Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1388. Тема «Разбор ответов. Архимандрита Амбросия Юрасова». Вопрос Архимандриту 61. Евангелие от Матфея 12.43.45. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Как это понять? Отвечает Архимандрит Амбросий Юрасов. Огромный поток людей идет креститься, потому что сейчас все крестятся. Для них это какой-то магический ритуал. Люди не знают, зачем креститься. Прежде чем креститься, человек должен изучить священное писание, постоянно ходить в церковь, поучаться христианской жизни. Потому он и после крещения должен быть со Христом, жить по его заповедям, иначе работать он будет дьяволу, и душу его заселят демоны. Комментирует ответ Архимандрита Амбросий Юрасова Игнатий Тихонович Лавкин. Отвечая на этот вопрос, указывайте на обличающие вас слова, что многие крестятся, не зная для чего. Откуда вы это узнали, Архимандрит? Ясно, что это знаете не только вы, но и все живущие на земле. Прочитайте об этом речи патриарха Алексия II, его «Святейшего святейшества». Это таинство в буквальном смысле опохабили и укупели творится беспредел, не рождение, а удушение душ. Не учат ни одного часа, не крестят в полное погружение. Если нет научения, то и полное погружение ничего не даст. Просто был сухой грешник, а теперь мокрый грешник в местилище демонов. И вы знаете прекрасно об этом. Огромный поток людей идет креститься. Не сами же они крестятся, а кто-то их крестит. Почему они не идут к старообрядцам или баптистам? Не потому только, что это чуждо народу, а потому, что там есть преграды хотению человека. Нужно хотя бы что-то сделать. А здесь не нужно ничего. Пришел, заплатил, ушел. Выпущено очень много хороших книжек о таинстве крещения, где говорится все правильно. По сути дела, но сути дела это не меняет. Книжки стоят на полке, а в крестильне царствуют волки. Книжки сами по себе, а мы сами по себе. И это во всей патриархии. И в зарубежной церкви то же самое. Из речей патриарха Алексия II Редигера. Цитата. Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии, чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. Также многие, 98% священнослужителей, словно и не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращаются часто, причем сакраментальные его части. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств, то есть назначение цен за совершение треб. Такой священник – позор для храма. Священник требует особой платы даже за крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония, и к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступает жалоб и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь, это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых, но ряд храмов с этим не торопится. Считаю, не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерий. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей паствы. Я уверен, кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу, останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Официальная хроника Московской Патриархии номер 2, 1993 год, страница 18. И номера с 1 по 3, 1994 год, страница с 34 по 38. Из речи на Московском епархиальном собрании. Вот эти и подобные высказывания Патриарха о крещении, совершенно верные по содержанию, есть по сути не что иное, как некая реабилитация самого себя в глазах народа. Он как бы говорит, смотрите, я же учу, я и обличаю беззаконников, а они ничего не хотят делать. Но Патриарха огромная власть, и он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок в оверенных ему делах. Если он, Патриарх, сам обливанец, как и многие почти все архиереи-священники выходцы из Белоруссии и Украины, то ничего не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовного священника правильно с троекратным погружением крещеного, и упросить его, чтобы он крестил всех обливанцев, начиная с Патриарха, всех архиереев и священников, свершилось бы настоящее крещение Руси, образовались бы общины, живые братства, отделение от мира и возрождение духовной могучей России. И немедленно необходимо принести всенародное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимое беззаконие, за жуткий обман доверившихся им слепотствующих прихожан, за проклятое Богом небрежение в преподании крещения, и издать указы, чтобы безумие с обманом мочения голов вместо троекратного погружения прекратить, а священников, не подчиняющихся указу, извергать из сана, пусть идут работать на стройке народного хозяйства. Блаженный Феофилакт на послание Колоссянам 2.12 говорит так. Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Господа и умирая, как ветхий и греховный человек. Из решения Барнаульского ипорхиального совета под председательством епископа алтайского Антония Масендича от 2 февраля 1996 года постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула. Почему же так и не крестят, а по-прежнему лишь мокрой ладонью гладят голову за большие деньги? Потому что провозгласили это наше мочение голов равноспасительно, как и погружение. А если это так, тогда для чего учить погружать? И делают по-прежнему вскачь, как прежде, как проще, доходнее на погибель. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Ни патриарха, ни архиерея попы не слушаются, а самовластно обманывают народ лжекрещением. Священники оскверняют святыню, попирают закон. Беззаконник не знает стыда. Они прилежно старались портить все свои действия. Сафоня 3, 4, 7. Поэтому всех моченых необходимо крестить с полным погружением, как совершенно некрещенных. Я не знаю, сколько таких решений выносил патриарх Алексий II, но судя по тому, что все остается так же, получается, что патриарху совершенно нет дела до его решений. В последнюю свою встречу с епископом алтайским Антонием Масендичем я снова напомнил ему о его решении крестить в полное погружение и учить до трех или пяти лет. Он ответил, что таких решений после этого было еще три, но воз и ныне там. Цитата. Я посылаю священников работать в районах, а они воруют. Патриарх Алексий выразился еще яснее, каких бандитов напринимали в церковь из его вышеуказанной речи. Епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41 года, так и не успев добиться воплощения в жизнь своих добрых решений. Спрашивается, для чего же патриарх рукополагает таких епископов, которые ничего не могут сделать для соблюдения святых канонов, которые лживые пастыри истоптали ногами. Спрашивается, для чего архиерей рукополагает таких священников, которые только воруют как повара на кухне по слову Иоанна Златоуста. В житии Папы Льва память 18 февраля страница 323 говорится, Незадолго до смерти он пробыл сорок дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте, умоляя, чтобы он просил у Господа, да отпустит ему все благие Бог его прегрешения. Явился Петр и сказал, Я молился за тебя и отпущены тебе все грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротонии других на священные степени. Лишь о том ты будешь отвечать, законно ты рукоположил кого или нет. Архиереи отвечают за все, что натворят рукоположенные ими Златоуст. Если вы истинный пастырь, то постарайтесь и очень крепко, невзирая ни на какие запреты вышестоящего Амросия бессмертного, тщательно выполнять заповеди Господни, как написано в Библии и канонах. Определите, кто оглашенный, чтобы они обязательно выходили из храма и чтобы обязательно наклоняли головы только они, а не все. Не ищите лукавых извинений, а прямо скажите, можете или нет это сделать. Если не можете, то сложите саны, уйдите в затвор зализывать свои старые гнойные раны, а Бог изберет себе тех, кто будет слушаться Его. Обратите внимание на искушение Иисуса Христа дьяволом. Какие враг задавал ему вопросы? Три глобальных мировых вопроса, и на каждый из них совопросник получил исчерпывающий ответ, который начинался словами написано, написано, написано. Христос мог многое сказать и очень полезно из своей биографии и не про эти утюги, но Он нам дал пример, как отвечать на вопросы и разбивать хитросплетение дьявола. Иеремии 23, 29 Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту разбивающему скалу, чтобы люди, прихотя домой после вечернего богослужения в воскресенье, могли открыть дома великое слово великого Бога, сверив все, что вы им сказали с вечной книгой и в радости воскликнули бы. Господи, какие мы счастливые, что ты прислал к нам с Алтая такого проповедника, твоего служителя, который знает тебя и твое слово и ведет нас к тебе неложным путем. Сохрани его для многих людей в городе Иваново. Дорогой Амбросий, очень прошу вас не в службу, а в дружбу, наберитесь смелости и произнесите на несколько раз перед народом следующие слова Кирилла Иерусалимского. Если мои слова не сходятся с Библией, не верьте и мне. не в службу, а в дружбу я подскажу вам, что эти слова вы имеете право произнести только тогда, когда будете знать Библию нисколько не хуже, чем Райкин свои анекдоты, а вы свои побосенки. И второе, чтобы люди наученные были вами любить Библию, читать ее ежедневно, и тогда они смогут ваши слова сверять с ней, которые вы скажете после вечернего богослужения в воскресенье. Какие горы без вершин, камней собрания, и что живущие без души одно название, зима без снега не зима, природы хворост, душа без веры, грех и тьма, гиенский хворост, а без цветения весна и глянуть жалко, без православия страна, людская свалка, нас вырубали столько лет, срубак не спросят, смолчит о вырубке поэт, любитель просек, полуразваленные пни на месте бора, о, окаяннейшие дни у власти свора, мы оскудели неспроста под игом зверя, приобретение без Христа всегда потеря, что о потерях говорить, их слишком много, но как оплакать, искупить потерю Бога, не оттого ли вся беда, и это кипень, без обретения Христа России гибель, и романах роман 1998 год гибель, гибель в fortsiels